Здравствуйте, мы подключаемся. Мы очень рады видеть Яну Владиславовну Сафронову. Яна Владиславовна, заведующая лабораторией генетипирования, лабораторией генетика, врач-генетик, консультант. Здравствуйте, Яна Владиславовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Николай Александрович Смирнов. Позвольте еще раз представиться. Представится главная врач детской клиники «Фэнтези». Сегодня мы хотели бы с вами поговорить о такой актуальной теме, как различные способы, методы диагностики коронавирусной инфекции, именно лабораторной диагностики. И первый вопрос, который я хотел бы задать. Собственно, какие тесты бывают для диагностики ковид-инфекции и чем они отличаются? Вы могли бы подробнее рассказать на этот вопрос? Хорошо. Я на работе, поэтому, как видите, я в защите, как и положено. Какие на сегодняшний день существуют тесты? В первую очередь их надо разделить, наверное, на две самые большие группы. Это именно определение самого вируса в организме. То есть это с помощью ПЦР диагностики делается. И второй метод или вторая группа – это определение антител к этому вирусу. Соответственно, у каждого человека есть два варианта. Можно сдать или ПЦР-анализ на обнаружение вируса. Для этого, собственно говоря, берется биоматериал – это соскоб из носоглотки. Или пойти сдать кровь из вены и узнать свой статус в отношении антител. То есть есть антител к вирусу или нет. Вот если говорить о подготовке и проведении этих исследований, как они отличаются, в чем смысл? Насколько я понимаю, исследование из носоглотки – оно такое достаточно неприятное исследование. Не могли бы вы рассказать поподробнее, и в чем заключается, как проводятся исследования на антитела? Смотрите, во-первых, начнем с того, что у данного заболевания COVID-19 есть, как, наверное, и у всех заболеваний, период, когда нет никаких клинических проявлений. Ну, это мы все прекрасно. Вот. Соответственно, когда появляются первые клинические проявления в виде кашля, повышения температуры, ну, как мы сейчас говорим, в виде ОРЗ, как начинать проявление, вот, то тогда, начиная с этого момента, можно пойти в первую очередь, наверное, сдать это ПЦР, сделать. Здесь неприятный забор биоматериала из носоглотки. Вот. Он может определить, есть вирус или нет. Но при этом мы можем получить и отрицательный результат, несмотря на то, что будет именно COVID. Вот. А потом уже где-то примерно через неделю после начала клинических признаков нужно уже сдавать кровь на определение антител. Этот анализ, он, собственно говоря, нам покажет, организм наш увидел вирус или нет, и борется он с этим вирусом или нет. Угу. 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 Хорошо. Спасибо. Вот я просто немножко прокомментирую тоже, чтобы наши друзья понимали смысл ПЦР-диагностики. Собственно, ну вот ПЦР-диагностика – это так называемая цепная полимеразная реакция, которая выявляет отдельные цепочки РНК вируса, которые локализуются в области носоглотки. Так вот, по данным исследований, вот наибольший процент надежных, валидных результатов получается, когда пациент болен первую неделю заболевания. И затем вот количество отрицательных результатов после первой недели прогрессивно возрастает. Вот почему, кстати, могут быть и отрицательные результаты на ПЦР-диагностику. Просто пациент болеет уже более недели, и, соответственно, результаты могут быть ложно-отрицательные. Ну и второй, собственно, второй подход, почему результаты могут быть тоже отрицательные – это некачественный забор анализа. Так ведь? Да, да, точно. Ещё могу сказать, что бессимптомных носителей тоже никто не отменял. Бывает так, что у человека вирус-то есть, а симптомов никаких нет. Поэтому, конечно же, ему даже в голову не придёт пойти сдавать тест на обнаружение вируса, делать ПЦР. Он подумает, ну у меня же нет никаких клинических проявлений, почему я вообще должен идти и сдавать. Вот. Как раз тоже подойдёт именно ИФА-метод, потому что он сможет показать, есть этот вирус в организме или нет, на основании уже антител, то есть организм общается с ним или нет. Правильно ли я понимаю, что, собственно, вот именно сдача крови на антитела, позволяет понять, что человек уже перенёс эту инфекцию или, ну, собственно, прошло уже более недели после появления симптомов. Так? Смотрите, здесь надо понимать, что методы определения антител тоже бывают разные. Здесь тоже надо внести ясность. У нас есть качественный метод определения антител. Это, например, используется тест-полоски. Собственно говоря, и здесь мы получаем ответ «да-нет». То есть есть антитела или нет антител. Вы имеете в виду качественная? Это кровь из пальчика, ну, которая сейчас часто применяется, да? Да. Качественный анализ. Да, это качественный анализ на тест-полосках. Вот экспресс-тесты. Да. Вот качественный анализ. Вот. Потом есть полуколичественные. Здесь мы уже затрагиваем тему ИФА – иммуноферментного анализа. И здесь мы уже говорим о полуколичественных и количественных методах. Что они позволяют увидеть? Количественный метод определяет титр антител. То есть можно наблюдать пациента в динамике. Вот. И мы увидим, как у него растет титр антител в зависимости от дня, от начала заболевания. Вот. А есть полуколичественный анализ. Полуколичественный анализ, он основывается не на определении точного титра, а на определении так называемого коэффициента позитивности. То есть мы используем коэффициент, некое значение. От которого мы отталкиваемся. То есть или у пациента есть антитела, или сомнительный результат. То есть у нас он попал в серую зону, и тогда ему стоит пересдать весить анализ. Или, соответственно, у него уже обнаружены антитела. Ясно. А проводились ли какие-то исследования по сопоставлению качественных анализов и методам ИФА? Ну, например, вот я приведу ситуацию. Нередко в нашей клинической практике бывают случаи, когда вот эта тест-полоска, она еле-еле видна положительная. И в этом случае, я так полагаю, что вот именно определение уровня антител – это более чувствительный, более качественный анализ, который сможет показать, действительно есть наработанные антитела или нет. Да, все верно. Есть такие показатели для каждой системы, то есть для экспресс-тест-системы и для системы ИФА. Основные показатели – это специфичность и чувствительность. Естественно, чем выше эти показатели специфичности и чувствительности, тем точнее будет метод. И, конечно, метод ИФА, он не уступает экспресс-тестам. То есть если мы видим на полосочке бледный-бледный-бледный след, пациент может пересдать анализ на ИФА, и там мы уже четко увидим, есть или нет, и, в общем-то, даже прикинуть по титру, сколько. ИФА – это кровь исключительно из вены, так? То есть необходимо забрать кровь и, соответственно, отправить вам в лабораторию. Да, смотрите, иммуноферментный анализ, он ставится на сыворотке. То есть мы берем кровь из вены в определенные пробелки, где у нас есть активатор свертывания, и где у нас есть сыворотный гель, который, собственно говоря, помогает отделить нам сыворотку от клеточных элементов. И вот эту сыворотку мы берем на анализ. Вот я сейчас вижу, прокомментирую вопрос, кто-то спрашивал там, натощак обязательно сдавать или нет. Вот, развивается в зависимости от того, на самом деле, сколько человек выпил жидкости и сколько времени прошло после еды, у нас здесь количество сыворотки, может быть, больше или меньше варьировать. Но поскольку нам на анализ требуется всего 10 микролитров, то есть это одна капелька, вот, поэтому мы обычно советуем, ну, хотя бы часа за два не кушать. Понятно, хорошо, спасибо. Ну, вот такой вопрос я поясню немножко нашим друзьям, кто нас смотрит, что... Если говорить про иммунологию, то сначала происходит, вот, иммунный ответ складывается из двух этапов. Сначала происходит выработка антител, называется иммунглобулины класса М. При вот коронавирусной инфекции они вырабатываются уже на второй неделе. Затем происходит выработка так называемых иммунглобулинов G или антител памяти, которые формируют уже такой, ну, собственно, защитный иммунитет против коронавирусной инфекции. Вот вы в своей лаборатории, вы определяете отдельно иммунглобулины М и G или бы вы определяете уровни суммарных антител? Нет, мы определяем отдельно. Как раз мы гордимся своей тест-системой, как раз за счет того, что мы можем определить отдельно. Ну, не могли бы вы таким образом рассказать, поговорить какой-то некий алгоритм, что нам дает тот или иной метод диагностики? Вот, у нас есть три основных способа диагностирования инфекции, то есть это метод полимеразно-цепной реакции липоцер, мазочек из носоглотки, это метод экспресс-анализа, который делают сейчас многие лаборатории, и метод, собственно, который вы выполняете сейчас, это ИФА-диагностики. Не могли бы вы поподробнее рассказать, когда, какой метод мы можем использовать и рекомендовать пациентам? Смотрите, ну, начнем с первого ПЦ. Как я уже сказала, вирус можно определить, начиная с первой недели появления клинических признаков. Только, ну, как появились клинические признаки в течение 7 дней, соответственно, можем определить. Что нам это даст? Какую информацию в себе несет? Собственно говоря, для пациента, ну, наверняка важно знать, это, то есть, это вирус коронавирус или нет. Соответственно, если мы делаем полимеразно-цепную реакцию, это нам дает возможность определить, есть в организме коронавирус или коронавирус. Для чего это важно? Это важно для, конечно же, самоизоляции. Это важно для пациента понимать, что, да, мы сейчас ожидаем увидеть клинические признаки. Возможно, нарастание клинических признаков. То есть для постановки диагноза, да? Да, да, здесь на постановку диагноза, ну, наверное, это самое основное. То есть, да, вот мы не помнимаемся, мы теперь не думаем, это у нас ОРВИ, это у нас какое-то другое воспалительное заболевание. Тут мы знаем то, что да, это коронавирус. То есть получается, что метод ПЦР нам позволяет конкретизировать диагноз. Да, у нас коронавирус. Да. Вот. Дальше экспресс-тесты. Экспресс-тесты или так называемые тест-полоски, они сейчас в основном используются в стационарах, в больницах. То есть это действительно метод, который позволяет в течение короткого времени, буквально в течение 10-15 минут определить, есть у человека антитела или нет. Что он нам позволяет увидеть? Соответственно, в зависимости от того, есть у человека антитела и какие они, мы можем судить о том, что у нас вирус попал в организм и у нас начинается заболевание, а значит, человек является русским языком заразным. Поэтому рядом с ним лучше не находиться без защиты. Соответственно, или у нас уже высокий титр антител, который нам говорит о том, что человек на пике заболевания. Вот. И сейчас, скорее всего, все пойдет на спад. Ну и, соответственно, если мы находим у него только иммуноглобулина G, можно сказать о том, что человек, да, переболел, цикл у него завершился. И, соответственно, у него выработались антитела к этому вирусу. Тест-полоски используются в основном, как я уже сказала, в больницах. У них ниже чувствительность и специфичность. Вот. Поэтому это такая первая линия. Скажем так. Вот. Дальше следующая, вторая линия или тяжелая алкоголерия – это как раз метод ИФА. Вот. ИФА у него уже высокая чувствительность 97-98%. Уже специфичность 97-98%. Это очень хорошие показатели. Угу. Вот. И, соответственно, он более четко помогает определить статус человека по антителам. Угу. Обычно мы рекомендуем серии, так называемые серии, это и есть, где мы отснеживаем, с разницей примерно в 10 дней-две недели. Угу. Ну, и, собственно... Да, когда у нас меняется титр. А, да. Ну, и, собственно, насколько я понимаю, сейчас Департамент здравоохранения Москвы рекомендует плановые скрининговые исследования на антитела именно методом иммуноферментного анализа, ИФА. Так? Ну, вот то, что я прочитала из СМИ, то, что, в общем-то, наверное, да, всем известно, как раз с 15 мая Собянин, в общем-то, сказал о том, что, да, у нас в Москве начинается скрининг людей как раз иммуноферментным анализом, потому что только тысяч в день. Угу. Вот. Да, я знаю то, что начинается, но не могу ничего сказать о тесс-системе, которую они используют. Угу. Угу. Вот. Поэтому насчет специфичности и точности и чувствительности, то есть это тех показателей, которые интересуют нас как специалистов, пожалуй, вот ничего сказать не будет. Угу. Правильно ли я понимаю, что вот метод иммуноферментного анализа по сравнению с другими анализами, он обладает наибольшей чувствительностью и специфичностью? Да, всё верно. Угу. Угу. Ну, ПЦР, понятно, здесь, ну, считается по литературным данным до 20-30% может быть ложно-отрицательного результата в зависимости от стадии заболевания, как забирался анализ. То есть по качественным анализам тоже может быть некоторая погрешность, понятно, что не каждый может увидеть там слабо светящуюся полоску, а вот метод именно лабораторный, аппаратный, он позволяет уже более точно измерить уровень антител. А, там определяется уже прибором оптическая плотность, то есть здесь уже не субъективный, скажем так, объективно мы смотрим результат, а уже объективно, то есть аппарат видит, обсчитывает и сообщает нам эту конкретную цифру. Угу. Вот если говорить по алгоритмам, ну, условно говоря, вот есть пациент, у него отрицательный ПЦР, у него отрицательные антитела ИГМ, ИГГ, то есть в этом случае он безопасен, он не болел, выработки антител нет. Ситуация, если у нас пациента выявляются только ПЦР-ки, положительные и отрицательные антитела, о чём это указывает? Это говорит о том, что у нас начало заболевания антитела не успели выработать. Антитела вырабатывают, начиная со второй недели заболевания. Это значит о том, что надо будет повторно. Ага. Если у пациента положительные ПЦР-ки и положительные уровни ИГМ, но отрицательные ИГГ, о чём может это указывать? Это может говорить о том, что он в начале заболевания, у него организм только-только начал распознавать вирус, и у него только начинает формироваться иммунитет, начинает формироваться свой иммунитет на врага. Ну, то есть, получается, ну, это где-то примерно там вторая-третья неделя заболевания примерно, да? Да, начало второй. Начало второй. Так, по новым данным. Да, следующая клиническая ситуация. У пациента отрицательные ПЦР-ка и положительные антитела ИГМ-ки и ИГГ-джишки. Да, это значит то, что у нас, ну, уже, наверное, скорее третья примерно неделя заболевания. Может быть, там, вирусик четвёртый. У каждого тоже, в зависимости от своего иммунитета, разный ответ. Но это говорит о том, что вирусу уже настолько мало, что он не определяется методом, то есть это нормально. Вот. И организм активно с ним борется. Уже начали вырабатываться антитела ИГМ, которые говорят о стойкости иммунитета. Вот. Мы получаем хороших исходов и быстрого выздоровления скорого. Угу. Ну, вот у нас уже стали проходить случаи. Мы выявляем, что у пациентов не было никаких симптомов, никаких ПЦР-ки были отрицательные. Но при этом выходили положительные ИГГ-джишки. То есть это говорит о том, что была, ну, какая-то бессимптомная форма заболевания. Пациент перенёс это на ногах и произошла выработка антитела, да? Вы знаете, тут однозначного ответа нет. Я вам честно скажу. Мы подразумеваем о том, что да, у нас есть высокий титр антитела ИГМ. У нас ПЦР отрицательный. Это говорит о том, что да, организм с вирусом встретился, бессимптомно всё это дело прошло, и вот у нас уже выработался иммунитет. Это одна классическая картина развития событий. Вот. По некоторым данным в зарубежных статьях говорится о том, что может быть такое, что заболевание, мы в начале заболевания мы увидим ИГГ. Это, скажем так, исключение из правила, но оно имеет место. Поэтому мы на сегодняшний день очень аккуратно относимся к интерпретации полученных. Вот. И стараемся, если у нас обнаружены ИГГ низкий титр, вот, то мы стараемся всё-таки наблюдать за клинической картиной, чтобы... И пока такого человека отправляем на самоизоляцию. Ну, видимо, с этим и связаны последние рекомендации, вот, научного совета, Росдав надзора, что при появлении положительных антител не только ИГМ-ок, но ИГГ, самоизоляция на две недели, видимо, да, наверное, связана с этими редкими случаями. Ну, а вот если говорить про всё-таки стойкость уровней ИГГ, про стойкость защитного титра антител, появились ли сейчас данные, насколько они долго сохраняются, и насколько эти защитные уровни антител сохраняются у человека? Вы знаете, когда-то, когда всё это началось, кто-то говорил, я помню, о двух годах. Потом всё это сократили до года. Сейчас, вроде как, счёт идёт на месяцы, но конкретно ничего не могу сказать. Ну да, сейчас, потому что инфекция новая, ещё, собственно, действительно непонятно. Много вопросов. У меня такой вопрос. Дело в том, что, ну, насчитано сейчас примерно 7 разновидностей вот этого коронавируса. Вопрос, опять же, по чувствительности метода. Не будет ли у нас ложноположительных результатов на антител, если пациент у нас перенёс раньше другую коронавирусную инфекцию, не ковидную? Смотрите, я не знаю, как делают другие разработчики. Я про них ничего говорить не могу. Вот, но существует специальный такой метод перекрёстной реактивности. То есть, когда тест-систему ИФА проверяешь как раз на то, как она реагирует на другие виды. Это может быть коронавирусная инфекция другого типа. Это может быть ревматоидный фактор, что очень большое значение имеет при иммуноглобулинной линии М. Вот, то есть сначала все тест-системы, они как раз проверяются на вот такую реактивную... Перекрёстную чувствительность. Перекрёстную чувствительность. Вот. Конечно, от ложноположительных результатов никто не застрахован. Ну, и сейчас всё это сведено к минимуму. Если пациент... Вот такой вопрос поступает. Если пришёл положительный уровень ИГДЖИшки, ну, по методам ИФА, как часто мы можем рекомендовать повторные исследования, но нарастает этот уровень или остаётся прежним, или уменьшается? Раз в две недели. А вообще, если говорить о защитных титрах антител, есть ли какая-то информация, защищают ли выработанные ИГДЖИ-антитела от повторных случаев заболевания? Накоплена ли статистика по этому поводу, на ваш взгляд? Знакомились ли с такой информацией? Вот пациента выработанной ИГДЖИшки. На какой период времени эти накопленные защитные антитела защищают от повторного инфицирования? Есть ли какие-то революции? По этому поводу я в последнее время ничего не читала, честно признаюсь. Не затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ну, действительно, вот то, что я читал, выработка антител зависит ещё даже и от формы заболевания. Пациент перенёс, если в лёгкой форме, то не исключено, что этот уровень защитных антител будет не очень прочный. Если пациент перенёс инфекцию с лихорадкой, с пневмонией, произошла выработка антител, то, соответственно, и уровень этих антител повышенный, и защита будет выше. Но я тоже, на самом деле, пока не видел и не читал по достоверным данным в отношении повторного инфицирования при наличии антитела. Это пока открытые вопросы. Действительно, очень много открытых вопросов, потому что новая инфекция, и непонятно, как она будет протекать. Но вот по-вашему, вы проводите анализ, вот сейчас начали проводить анализ. Как часто вы выявляете положительные антитела у пациентов, которые вас дают? ИГМ-ки, ИГЖ-ки. Есть ли какие-то уже первичные данные по процентам, по обследуемым пациентам у вас в клинике? У нас статистика сейчас активно собирается. И по последним данным статистическим у нас было около 15% выявляемости. Это ИГЖ-ки, да? Я так понимаю. Это ИГЖ и ИГМ. Ага, ясно. Найденный хотя бы один иммуноглобулин. Один положительный. По вашим данным предварительным, как правило, ИГМ-ки сопутствуют ИГЖ-ки, или только чаще всего выявляется только ИГЖ-ки антитела? Вы знаете... То есть у вас идёт положительные ИГМ-ки и ИГЖ-ки, или... Мы сейчас наблюдаем и то, и то. То есть мы сейчас наблюдаем вообще абсолютно разные картины. И совместно, когда идёт ИГМ и ИГЖ-ки, сейчас, конечно, больше, наверное, процент – это когда у нас ИГЖ-ки. И меньше процент – это когда отдельный ИГМ. У меня вопрос такой, который тоже часто возникает. Сравнивали ли вы свой метод определения, тест-систему, опять же, с качественными анализами? Проводили ли такие исследования? Может быть, вы знакомы или читали? Проводили у тебя эти исследования. То есть мы специально закупали тест-полоски, проводили их валидацию. То есть мы использовали положительные и отрицательные контроли. И потом эти же положительные и отрицательные контроли ставили на наш ИФА в системе. Всё, что было определено на тест-полосках, то же самое было определено и у нас. Но поскольку метод ИФА более чувствительный, в сомнительную зону, в серую зону, к нам попадали те, кто был отрицательный по тест-полоскам. — Такой вопрос по поводу бесплатных тестов, которые проводятся сейчас в поликлиниках. У вас есть какая-то информация, что это за тесты, какой производитель, насколько они валидные, насколько они достоверны? Опубликована ли эта информация, либо это всё покрыто тайной? — Нет, пока ничего не известно. Не могу пока сказать, какие используют тесты, откуда они приезжают, откуда они привозят. То, что проводятся в клиниках, ничего не могу сказать. — Хорошо. Ну, давайте я ещё зачитаю вопросы от наших друзей. Итак, добрый день. Сдала тест на антитела и одновременно ПЦР. Результат ПЦР отрицательный. Вышли положительные ИГМ-ки и ГДЖ-шки. ИГМ 1,5, ИГДЖ 0,14. Что это означает? — Так, здесь как раз мы говорим о том, что у нас, скорее всего, вторая неделя заболевания. Вообще у пациентки должна быть клиническая картина, потому что у неё получается вируса уже настолько мало, что он не определяет методом ПЦР. И высокий титр иммуноглобулина М по сравнению с иммуноглобулином G. То есть это говорит, что сейчас организм активно борется, и нарастает титр иммуноглобулина G, мы ожидаем, и будет падать титр иммуноглобулина М. То есть сейчас этому человеку лучше держаться на самоизоляции, потому что, возможно, он может быть распространителем коронавируса. — Спасибо. Вопрос следующий. Собираемся с ребёнком ехать к родителям. Посоветуйте, где и когда сдавать анализы. Какие анализы нужно сдать? — Я бы посоветовала в первую очередь сдать на антитела, потому что, как мы знаем, ПЦР-анализ может не показать наличие коронавируса, а тест на антитела, он точно покажет, встречался организм с этим вирусом или нет. Это можно сдать в любой, сейчас, по-моему, коммерческой лаборатории, в том числе и у нас. Насчёт бесплатных, я не знаю, бесплатные они по вызовам же будут проводить анализ ИПА, поэтому я думаю, что бесплатные, если вы сами хотите, сейчас сдать нельзя. — Ну, в настоящее время по Москве в 30 пунктах примерно организован бесплатный забор крови на антитела. Но, опять же, каким методом диагностики? Что это за анализ? Пока информации, к сожалению, нет и закрыто. Ну, вот вопрос здесь поступил, опасен ли ковид при беременности. Ну, ковид-инфекция, собственно, это инфекция, вызванная респираторным вирусом, и, как любая респираторная инфекция, она чревата последствиями именно в первый триместр беременности, когда происходит закладка, собственно, всех жизненно важных органов и тканей. Затем, уже в поздние периоды беременности, эта инфекция протекает, ну, как ОРВИ, как тяжёлая ОРВИ, с пневмонией или без. Ну, и, собственно, есть данные по родившимся детям, которые были рождены у матерей с положительной клиникой ковид-инфекции. Дети были здоровы, и никаких врождённых аномалий, патологий выявлено не было. Так, вот ещё вопрос. Можно ли сдать анализы вызов врача на дом? Так, ну, я сразу отвечу, что да, действительно, мы сейчас организуем забор анализов непосредственно на дому. Наши медсёстры с соблюдением всех мер безопасности выезжают на дом, забирают анализы и будут отправлять непосредственно на интерпретацию в Сколково. Так, какие организации работают с лабораторией Сколково ещё? Могли бы вы ответить? Яна Владиславовна, какие организации ещё работают в вашей лаборатории? Вы знаете, для того, чтобы посмотреть список организаций, можно зайти на сайт нашей лаборатории. У нас сегодня в 14.30 будет, скажем так, конференция, мини-конференция. Приглашение на эту конференцию можно будет увидеть после нашего прямого эфира, я так понимаю, вот, и там как раз можно будет задать именно вопросы, которые касаются организации и ещё компании, с которыми мы сотрудничаем. Да, хорошо. Ещё вопрос. Добрый день. Если есть подозрение, что переболели, правильно ли я поняла, что только метод ИФА нужно использовать? Да, всё верно. В нашем случае мы уже точно по ЦР-анализам ничего не увидим. Вот, здесь для нас имеет большое значение только ИФА-метод, потому что он наиболее чувствительный и наиболее точный. Так, ну, на вопрос следующий уже ответили. То есть, опять же, ПЦР… Да, это мы уже отвечали. Да, от слушателя прежнего. А, да, от слушателя прежнего. Значит, опять же, ПЦР отрицательный, ИГМ-ки положительные, ИГДЖ-шки тоже слегка положительные. Но, опять же, это говорит о выработке антителы и второй-третьей недели инфекции. Так, следующий вопрос. Эмонглобулин МК положительный, 3,88, эмонглобулин G 0,58. Что, ну, это аналогичная ситуация, то есть, данные за переносимую инфекцию. Чьи, вопрос, чьи у вас тесты на эмонглобулины? В чём отличие ваших тестов от тестов инвитра? Вот, хороший вопрос. Насколько я знаю, сейчас в инвитра тест является качественным. То есть, они говорят о том, что есть или нет. Не знаю, кто они являются. Вот, у нас тест разработан нами, у нас в лаборатории, совместно с Институтом молекулярной биологии Ингельгардса. Вот, ну, и у нас метод полуколичественный. То есть, мы как институт, и это очень важно. Потому что это можно наблюдать в динамике, как развивается. Ну, вот, следующий вопрос. Да, какой смысл в тестах, если их достоверность низкая? Ну, вот, в отношении метода ИФА, как уже говорили, специфичность и чувствительность метод более 95%. Это говорит о очень высокой чувствительности способа метода. Действительно, метод ПЦР-диагностики в 20-30% может давать ложный отрицательный результат. И для этого выполняются и другие методы исследования, в том числе компьютерной томографии. И, опять же, как мы говорили, ПЦР-диагностика важна именно для постановки диагноза. Метод ИФА – это метод, который позволяет оценить, собственно, выработались ли антитела, есть ли защитный титр антитела, ну, вот, была ли инфекция в прошлом. Так, картины, ну, нет, нахожусь на самоизоляции, боюсь, что это пропустит. Следующий. Так, если муж сдаст анализ на антитела, попал случайный список на исследование, значит ли, что я, жена и наша дочь с таким же результатом будем? Мы ведь вместе живем, контактируем. То есть, условно говоря, ситуация, если у членов семьи вышли положительные антитела, означает ли это, что у других членов семьи тоже будут положительные результаты на антитела? Нет. Нет, у нас есть только интересных случаев как раз в отношении семей. То есть, у нас была семейная пара, муж болел коронавирусной инфекцией, серьезно так болел, со всеми проявлениями. Вот, жена при этом жила с ним рядом, кушала все вместе. Вот. И при этом у жены не было абсолютно никаких клинических проявлений. И когда мы пришли сдавать на антитела, выяснилось, что у мужа иммуноглобулин М и иммуноглобулин G. А у жены не было глобулин G. У нас еще было несколько семейных пар, где не было никаких симптомов. Они к нам случайно попали, пришли просто сдать, захотели. Вот. И обнаружилась у жены нарастающий тиктор иммуноглобулина М. У мужа ничего, все отрицательно. Ну да, я соглашусь с вами. По клиническим наблюдениям действительно бывают достаточно часто такие случаи, когда муж, например, переболевает пневмонией ковидной. Жена, которая живет вместе с мужем, не имеет никаких симптомов. Вот. Или действительно у одного члена семьи мы выявляем положительные антитела. У остальных членов семьи выработки антитела не происходит. Почему это происходит так? Ну, сложно действительно сказать. Да. Ага. Так, вопрос. Переболели в начале марта какой-то ОРВИИ. Все по-разному. Болели в течение месяца. Хотелось бы провериться на антитела, но не понимаю, какая достоверность у них. Ну, опять же, один из основных вопросов, касающийся достоверности тестов на антитела. Если вы будете сдавать иммунно... Ой, Господи. Если вы будете сдавать с помощью ИФА метода, то метод достоверный. Вот. И, соответственно, если у нас будут антитела обнаружены, значит, переболели коронавирусной инфекцией. Отрицательный, то значит, что это было ОРВИ. То есть здесь именно высокая достоверность, больше 98% тестов. Ну, в связи с этим я хотел бы отдельно подчеркнуть, что вот мы начинаем действительно работать тесно с генетикой, и кровь мы отвозим именно в генетика, чтобы получить наиболее валидные, надежные, качественные результаты исследования. Именно с генетикой мы работаем, и, собственно, надеемся, на очень хорошее сотрудничество. Что касается вопрос полуколичественной, все-таки наши друзья спрашивают, в чем отличие, еще раз, не могли бы сказать, в чем отличие полуколичественного метода от количественного? При количественном методе мы наблюдаем именно титр антител. То есть количество можно определить, какое сейчас количество антител находится в организме. При полуколичественном методе Мы используем коэффициент позитивности, так называемый. То есть это не соотношение между оптическими плотностями, которые мы получаем при сканировании результата. То есть коэффициент позитивности – это именно некая установленная граница, где мы определяем по числовым значениям, есть у нас антитела, нет, или у нас сомнительные результаты, стоит пересдать анализ. Вы в этом случае в результатах указываете уровни антител, либо вы указываете, например, больше 100, меньше 50? Смотрите, у нас есть колонка результат и есть колонка референсные значения. Референсные значения – это как раз расчет коэффициента позитивности. И там больше определенного числа нет, меньше определенного нет антител, больше определенного есть. Соответственно, в результате вы получаете число, числовое значение. В зависимости от референсных можно уже самому интерпретировать, есть антитела или нет. Так, хорошо. Спасибо. Ну вот здесь я попытаюсь прокомментировать дальше по поводу ПЦР-диагностики. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что метод ПЦР-диагностики остается одним из основных методов для постановки диагноза у только заболевших пациентов. Он наиболее значим именно в первые недели заболевания. То есть, когда у пациента появились симптомы, основным методом диагностики является ПЦР. В первые дни заболевания антитела еще не вырабатываются. Выработка антител происходит на второй неделе заболевания, когда их можно уже отловить и посмотреть уровни. Поэтому вот если говорить о медицинской составляющей, клинической, то, конечно, если у пациента появились симптомы, основным методом является ПЦР, и затем мы уже смотрим после недели заболевания уровня антител. Для подтверждения диагноза мы можем также использовать. Так ведь? Да, абсолютно. Потому что уже после первой недели велика вероятность ложных отрицательных результатов в ПЦР-диагностике. Так, итак, это отвечая на вопрос, какой тест надо сделать изначально, чтобы точно знать болен ли. То есть, если есть в настоящее время симптомы, первая неделя заболевания, то ПЦР. Если симптомы продолжаются уже больше недели, то есть это 10-й, 14-й день, либо когда-то были в прошлом, месяц-два назад, то нужно определять уровень антител. Все верно. Итак, и вопрос следующий. И все-таки, если мы переболели каким-то другим коронавирусом, не ковидом, ваш тест что покажет? Какая-то дополнительная проверка у вас есть именно на ковид? Если вы переболели чем-то другим, кроме не коронавирусом, который у нас сейчас, SARS-CoV-2, то наш тест ничего не покажет, потому что он специфичен конкретно для этого вируса. Хорошо, понятно. Я немножко прокомментирую тоже. Вот у нас есть понятие чувствительности и специфичности метода. Не могли бы вы поподробнее рассказать? Чувствительность – это, собственно, способность выявлять заболевание. Да, все верно. И чувствительность как раз у метода ИФА-диагностики, она приближается вообще, собственно, 99-98%. Очень высокая. Что касается специфичности теста? А специфичность – это именно то, что мы определяем конкретно антитела конкретному вирусу. Вот, и мы понимаем, что у заведомо известных отрицательных все отрицательно, как это проявляется специфичность. Вот. Здесь мы говорим, что именно наш тест специфичный именно в SARS-CoV-2. Да, и мы не получим ложноположительный результат. Да. Так, хорошо. Какое время получения результатов ИФА-исследования? Через какое время вы готовы предоставить результаты? Значит, смотрите, на сегодняшний день у нас стоят сроки от 3 до 6 рабочих дней. Вот. В течение 3-6 рабочих дней мы предоставляем результат. Угу. Я думаю, что эти сроки будут сдвигаться в меньшую сторону. То есть, ну, потом в дальнейшем, я думаю, что это будет 2-3 дня. Угу. Так, ну, вопрос к врачам фэнтези. Сдавали ли врачи фэнтези-тест? Да, действительно, сейчас проведение исследования в организациях, тем более в медицинских, регламентировано. И мы, собственно, выполняем эти рекомендации Росздравнадзора. Мы выполняем исследования. Не дали, как вчера. Я сам сдавал кровь на антитела к ковиду. Все отрицательно. Вот. Поэтому, да, мы проводим это исследование в плановом порядке. Ну, и согласно рекомендациям, все организованные коллективы должны сдавать кровь на антитела к ковид-инфекции каждые 2 недели. Причем это должны делать 10% сотрудников организаций, которые работают в настоящее время. Так, дальше. Так. Ну, раз, потом. А можно так? Хотя, следующие вопросы. Так. Если у инвитера качественные ИФА-тесты, то поясните, почему такая разница в отношении ценовой политики? Разрешите, я не буду затрагивать эти вопросы. Это вопросы уже связаны с маркетингом и финансами. Мы говорим именно с доктором, мы говорим именно с заведующей лабораторной диагностикой. Так. Могут ли симптомы появиться на второй и третьей неделе заболевания? Ну, я отвечу на этот вопрос, что, собственно, мы говорим об остром заболевании. Инкубационный период составляет обычно до 2 недель, в среднем 5 дней. Как правило, появляются симптомы, связанные с поражением респираторного тракта. То есть, они могут быть легкими, они могут быть средне-тяжелыми-тяжелыми. Но так или иначе, это симптомы, которые проявляются в виде кашля той или иной степени выраженности, подъема температуры. Она может быть небольшая, она может быть высокая. Пациенты часто отмечают изменение обоняния, его отсутствие, мышечные боли, головные боли, слабость. Ну, и в более тяжелых случаях появляется одышка, затруднение дыхания, дискомфорт в груди. Вот, поэтому инкубационный период, если появляются симптомы через 2 недели после контакта с заболевшим, конечно, нужно исключать коронавирусную инфекцию. Отец мужа лежал в больнице со всеми симптомами, но 4 теста подряд отрицательные. У мамы положительный тест, но симптомы были слабее. Ну, это, опять же, вопрос по частоте ложно-отрицательных результатов при ПЦР-диагностике. Так ведь? Да, считается, опять же, что к 3-4 неделям ПЦР-диагностика дает очень часто ложно-отрицательные результаты. Максимальная достоверность этого метода на первой неделе заболевания. Так, а можно еще? Еще, пока. Все, да? Так. Давайте, да, завершить. Мы можем завершать. Спасибо большое. С нами была Яна Владиславовна Сафронова. Очень интересно с вами было побеседовать по всем актуальным вопросам диагностики, лабораторной диагностики. Я надеюсь, что мы будем также с вами беседовать и почаще. И надеемся на очень хорошее с вами сотрудничество в плане лабораторной диагностики и ФА-методом. Будем направлять, собственно, к вам анализы. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Спасибо.